Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов Ильич Живия. Сегодня со мной стажер, и у нас возник огромный спор. Ребята, дело все в том, что по превьюшке и по названию вы уже поняли, что сегодня у нас будет огромный, дорогущий квадроцикл, или же квадромонстры, которые любезно нам предоставляют квадратур. И вы тоже вместе с нами на такой же мощной технике можете покататься по лесу, помесить грязь, ну и проверить, кто крутой, а кто так себе, так сказать, так себе. Так что по ссылочкам в описании переходите и обязательно подписывайтесь, и участвуйте в квадратуре вместе с нами. Что ж, что мы тут видим? Это у нас, как мы уже выяснили, это Шермакс Люкс, который к нам попал совсем недавно вот в этом вот видеоролике. И такой же можно приобрести на сайте Global Drive. И он там начинается в районе 259 тысяч рублей, и в зависимости от скидок, которые мои подписчики получают на Global Drive, тоже по ссылке в описании вы можете пойти, посмотреть такую технику, или выбрать другую, экстремальную технику для активного отдыха. Стажер говорит, это мототехника, она решает. По сути дела, да, этот квадр, это уже махина. Это машина, здесь есть привода, мосты и все такое. Это мототехника, можно сказать так. Потому что она, ну, работает по принципу мотоцикла. И он говорит, что она вывезет на этом жестком бездорожье вот этот вот квадр как нифиг делать. Да, наравне будет идти. Наравне? Если даже не лучше. А я считаю, знаешь, что на самом-то деле? Что? Важно не то, какая у тебя техника. А какой скилл. А то, кто за рулем. Так что у тебя сегодня нет шансов. Вы это слышали, да? У меня нет шансов, говорит. Хватит болтать. Отправляемся в лес. Сегодня у нас будут участвовать не только квадромонстры. Их у нас два. Вот первый. Это, кстати говоря, тот, кто устраивает все эти квадратуры. К нему обращайтесь. Он намутит такое бездорожье. Вот второй, который мы уже с вами видели и знаем. Ромыча, покажи Ромыча. Ромыч, ты что там? Куда пропал? Ну, естественно, квадр Шер Макс 300. И у нас Артемка будет на... Как это называется? На мотоцикле. Посмотрим, кто кого. Идем нормально. У нас сегодня сопровождающий, как вы поняли, на нашем квадратуре и бездорожье. И где-то сзади плетется стажер. А мы едем на квадромонстры сейчас. До такого интересного, грязного, глиняного места. Чтобы, так сказать, сразу же стажер у нас отсекся. А то он слишком много на себя берет, я думаю. Итак, обратите внимание, что нас ждет. Это наше первое испытание на сегодня. Первый наш, так сказать, в Версус. И начинает его проходить Артемка. Что, Артемка, пройдешь? А этот, думаешь, пройдет? Вот этот вот. Нет? Да вот этот вот. Почему? Ну, ладно, давай, покажи мастер-класс. Артемка выбрал хитрую стратегию, но пока не справился с управлением. Но пока... Главное подняться всегда. Да, не важно, сколько раз ты упал, важно, что ты смог подняться. Артем решил выбрать стратегию, пойти напрямик по лужам. И проходит, проходит нормально. Очень хорошо идет Артем. Это супер, это здорово. Так, 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 нифига чем выдает. Стратегия очень хитрая и разумная. Хоть и начал он не очень, но показал результат достойный. Сможет ли повторить квадромунстр? Теперь моя очередь. Делаем дела. Ну, я думаю, здесь просто нет никакого малейшего даже намека на то, чтобы квадромунстру было здесь что-то сложно проехать. Так. Грязь, да. Грязь. Колеса низкого давления всегда, они вот по грязи гребут и никаких сложностей не ощущают. Итак, очередь для решения самого важного вопроса. На что способен квадрок шармакс 300 в руках стажера? Так. Пока преодолевает нормально. Пока еще даже нигде не забурился. О, хорошо, хорошо идет. Молодцов. И тормоза отработали прекрасно. Да. Неплохой результат для начала, но это только начало. Начинается второй этап, который значительно посложнее. Ну, для кого-то он может быть и сложнее, но для квадромонстра отнюдь нет. Чуть-чуть добавляем газку и проходим спокойно вот такое вот препятствие. Это просто край. Что ж, теперь очередь стажера. Обратите внимание вот на эту канаву. Сейчас посмотрим, сможет ли он ее преодолеть. Так. Здесь пока ничего особенного для квадрика нету. Так, здесь пока тоже. Хорошо. Стажер выбрал сложный путь. Очень сложный. Так. Так. Я тут не залезу. Давай, давай. Ну, можешь искать обходные пути. Тебе не обидел. У нас есть первый букс. Мы буксуем. Ты можешь искать обходные пути. Здесь слишком глубоко. Попробуй слева. Только не сломай коробку передач. Да. Огромная разница заключается в том, что Шер Макс на ручной коробке передач в нем 300 кубов. А данный аппарат Квадра Монстр находится на коробке автомат. Поэтому кто-то глохнет, а кто-то нет. Так, мы буксуем. Хорошо. Кто-то уже присел. Хорошо присел? Очень хорошо присел. Давайте оценим повреждения. Но, опять же, если застрянет Квадрик, Квадра Монстр, его вот так вот не вытолкать. Хорошо. Назад уже он едет своим ходом. Без помощи. Если бы еще у водителя было достаточно скила, не глохнуть. Так. Супер, супер, супер. Нормально. Вау! Ну, нормально. Ну что, съел? Давай другое испытание. Нормле сейчас взял. Нет, на самом деле, действительно, получается, этот Шер Макс 300, он идет нормально. Но, блин, так-то, если вспомним, что этот в 4 раза дешевле, чем вот тот огромный Квадра Монстр, это вполне себе неплохо. И особенность данного квадроцикла заключается в том, что он цепной и заднеприводный. То есть это сделано для удешевления и для упростоты эксплуатации данной машины. Но, тем не менее, получается, в правильных руках даже с простой и недорогой машиной можно преодолевать вот такую грязь. Вот, тема, нормально. Да. А все подумали, почему я комментирую. А потому что Вия забрал у меня квадроцикл и сказал, что якобы он лучше меня водит. Так и на машинах ездить не умеет, так и на квадроциклах на механике ездить не умеет. Ну да, правильно говорит, дело в водителе. Ездить-то его никто не научил. А что он такой это? Интересный. Квадра Монстр здесь проезжает без проблем. Единственный, конечно, минус, точнее преимущество Квадра Монстра над квадроциклом, это то, что он большой и высокий. То есть ему не грозит там, что ему в воздухан закидает воду и он получит кидроудар. В случае же с этим я бы тоже не сказал, что ему не грозит, потому что засос воздуха у него прямо под сидушкой. Но преимущество квадроцикла заключается в том, что можно выбирать обходные пути. Мы этого не запрещали. Давай, стажер, показывай мастер-класс. Нормально, рядом с деревом так хитро прошел. Так, нормально. Ой, погрызи нормально по глине. Больше газу, больше газу, заходи на поворот, давай больше газу. Давай, жми вжало, вжало жми. Давай, давай, красава. Ой, он сделал это, ой, красавчик, ой, молодцов. Я прям сам кайпанул, ребята, вот это квадр, нормально. Что ж, двигаемся дальше. Наш маршрут только, можно сказать, начинается. А квадратур, это реально квадратур все же на квадратах, но только за исключением Артемки. А Артемка, видали, какой мелкий, а какой смелый. Ух, интересно вообще. Задавим стажера? А, смотри, выпендривается, выпендривается как, типа, мотоциклетный тип такой, ух. Ну, давить не надо. Давить не буду, хорошо, технику жалко. Не стажера заметил, да, а технику. Нормально идем, вообще хорошо. И стажер тоже с грязью хорошо справляется. На самом деле, не так давно прошли дожди, и земля, она такая глиняная, то есть везде зацеп такой себе. Поэтому стажер довольно уверенно идет. А в таких лужах вообще довольно трудно ему дается, потому что у него только задний привод. Но, тем не менее, он его проходит вообще нормально. Так, еще одно такое бездорожье. Накатанная колея, и стажер ее тоже прошел точно так же, как и мы. Слушай, неужели стажер не наврал, мы действительно идем наравне. Самый прикол в том, что он даже впереди нас. Да, камон, даже Артемка впереди нас. Нормально. Так, стажера чуть не завалило. Ах, смотри, он ему все не имется, а. Все ему не имется. Найти бы какую-нибудь жесткую грязь, чтобы уже поэта, проучить этого стажера. Да, мне кажется, он справится. На самом деле, да, он очень ловкий. И это, получается, говорит о том, что действительно не важно, какая у тебя техника, важно, какой у тебя скилл. Ну, а смотри, как разогнался. Я знаю, к чему это. Не надо. Ладно, 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 все, хорошо. Да, на скорости-то интереснее. Ну, стажер дурак. Вообще, никаких правил безопасности не соблюдает. Придется его за это наказать. Ха-ха, смотри-ка. Сразу же это. Ты че, э, малой? Ну, мы сейчас двигаемся, получается, по гравийке только что двигались. Сейчас уже двигаемся по асфальту. Понятное дело, что ни ему, ни нам никаких трудностей с этим не возникает. Ну, че, я же говорил, что техника классная, ее надо брать, она не отстает от вас. Я с вами наравне ехал, ты что, не видел? Ну, ладно, может быть, действительно, сегодня ты и показал себя нормально, но вот ей бы полный привод, побольше колеса, красивее кузов, еще бы 600 тысяч в нее накинуть и получится вот такой вот нормальный аппарат. Ну, опять же, вопрос 600 тысяч рублей, это нехило. А так, в принципе, погонять мы проверили его и на гравийке, и на песке, и в грязи такой более-менее жесткой. И на асфальте. Ну, на асфальте такой себе тест, конечно, был, и кто там не проедет. А че у нас по расходу, кстати говоря, очень интересно. По расходу? Как было, так и есть. У нас был полный бак, а сейчас у нас не хватает одного деления. Не, у нас было три деления. Три деления было? Три деления было, три деления осталось. Короче, бензин он нюхает, а не это, не пожирает, как вот эти монстры, да? Но тут другая история. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Надеюсь, что вы проникаетесь этим осенним атмосферным бездорожьем. Тоже ходите, ребята, дышите воздухом, пока не ломанул снег. И собирайте грибы, вроде бы. Сейчас грибов говорят много. И такая техника тоже поможет собирать из грибов на ура, я думаю. Также, конечно же, не забывайте обращаться, ребятам, на квадратур по ссылочкам в описании. Тоже можете кататься как с семьями, так и со мной, если повезет, если состыкуемся. Не вопрос, если вы из Перми, из Пермского края. Приезжайте, все будет супер. Ну и обращайтесь в Global Drive за какой-нибудь тоже внедорожной техникой или техникой для активного отдыха. В любом случае, с вами был я, Вячеслав Семилов, или Живи, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...